Здравствуйте, уважаемые любители футбола! На чемпионате Южной Америки 2020 года полностью завершён второй тур. Колумбия не сумела забить Венесуэле 0-0. Это третья нулевая ничья между командами в последних пяти играх. А вот последняя очная игра 2020 года завершилась для венесуэльцев разгромом 0-3. Луиш Диаш из Портов, компенсированное ко второму тайму время, был удалён. Это его вторая красная карточка в карьере. Итого, Колумбия не проигрывает 4 игры, Венесуэла не выигрывает 4 игры. Бразилия. Крупно победила Перу 4-0 и довела свою серию до 9 выигрышек ряда во всех турнирах. Причём 8 матчей выиграно в сухую. Единственная сборная, забившая им, была Перу. В отборе на чемпионат мира сегодняшний соперник удосужился на 2 мяча. Неймар из ПСЖ забивает в пятой игре подряд за сборную 7 мячей. Ришер Лисон из Эвертона заработал гол плюс пас. У сборной Перу за 10 игр только одна победа. В группе А матчи прошли на следующий день. Сборная Чили добыла победу над Боливией и вырвалась в лидеры группы. Сборные встречаются очень часто. В отборе на чемпионат мира, на Копа Америка. Товарищеские игры в основном тоже проводят между собой. Вот 4 года назад боливийцы нанесли им поражение, которое является единственным за 21 год. Эдуардо Варгас из Атлетика Минейро второй тур приносит пользу своей сборной. На этот раз у нападающего результативный пас. Автор гола Бререттон из Блэкборна дебютировал за сборную. Чили не проигрывает уже пятую игру во всех турнирах. Две победы и три ничьи. Аргентина в центральной игре минимально обыграла Уругвай и не позволила сопернику ни разу пробить в створ собственных ворот. Последние встречи завершились между командами в ничью. А последняя победа Уругвая датируется 2013 годом в квалификации на чемпионат мира 3-2. Забивали нестареющие Кавани и Суарес, а также два Родригеса. В нашей игре забил еще один Родригес Квидо. Он выступает в Бетисе. Голевой пас ему отдал Лионель. В итоге Аргентина не знает поражений 23 месяца. Это 15 матчей. Уругвай не выигрывает 4 игры. На вашем экране таблица группы А. Аргентина имеет 4 очка. 2 гола забито и 1 мяч пропущен. У Чили 4 очка. Аналогичные показатели. Напомню, что в первом туре они сыграли в ничью в Рио-де-Жанейро. Уругвай имеет 3 очка. Разница голов плюс 2. Уругвай 0, минус 1. Боливия имеет 0, но провела уже 2 встречи. Таблица группы Б. Бразилия имеет максимальный результат 6 очков. 7 голов забито и 0 пропущено. Все идет к тому, что команда отстоит чемпионство. Пока не видно, кто может им составить конкуренцию. У Колумбии 4 очка. Разница мячей плюс 1. 3 сборной еще не забивали. У Венесуэлы 0 очков. У Эквадора и Перу по 0. Напомню, в следующий раунд игр на вылет выходит 4 лучшие сборные от каждой группы. На данный момент пролетают Боливия и Перу. Жеребьевки четверть финалов не будет. Здесь действует иная схема. Победитель группы А сыграет с 4 командой группы Б. На данный момент ваша любимая Бразилия выходит на Уругвай. А ваша любимая Аргентина на Эквадор. Расписание третьего тура. Бразилия отдохнет. 21 июня. Венесуэла-Эквадор. Матч начнется в полночь по Москве. В 3 утра Колумбия примет Перу. 22 июня сыграет Уругвай. Чили. Аргентина-Парагвай. Лучшие бомбардиры. Неймар-Бразилия. Ромеро из Парагвая имеют по 2 мяча. Лучших ассистентов ждем. Ставьте класс, если обзор был полезен и интересен. Услышимся в следующем выпуске на Спортинам.